Начинаем выпуск с главной международной новости этого дня. Вашингтон готов ударить по Сирии. Все, что для этого нужно, приказ президента Барака Обамы. Об этом заявил сегодня глава Пентагона Чак Хейгел. Сценарий уже написан. Главный формальный повод – химическое оружие, которое неизвестные применили в минувшую среду в пригороде Дамаска. По сообщению лондонской Санди Таймс, военное командование США и Великобритании составляет список потенциальных целей на территории Сирии для удара крылатыми ракетами. Впрочем, помимо целей уже имеются средства. Правда, на этот раз Сирия может оказаться для Америки гораздо более крепким орешком, чем Ирак или Ливия. О том, какими силами может быть нанесен роковой удар, репортаж Егора Скворцова. Воевать, как раньше, США уже не позволяет ни экономическое положение, ни политический рейтинг демократов во главе с Бараком Обамой. За 12 лет непрерывных боевых действий налогоплательщики устали терять по 600 миллиардов долларов и, главное, в среднем по 500 американских солдат в год убитыми. К тому же сейчас, в эпоху утечек и разоблачений, просто взять и наплевать на мандат ООН, который нужен для ввода сухопутных войск, как это было перед вторжением в Ирак, Вашингтон уже не сможет. А за время, которое необходимо для получения санкции, конфликт в Сирии, учитывая быстрое наступление правительственных войск, может быть исчерпан. В Пентагоне это прекрасно понимают. Поэтому, судя по всему, потенциальный конфликт пойдет по ливийскому сценарию. Бесполетная зона и точечные авиаудары. Президент Обама обратился в Министерство обороны, чтобы мы подготовили варианты действий на все случаи. Мы это сделали и готовы ко всем сценариям. Сейчас, после того, как Пентагон объявил о полной готовности выступить по приказу, американское военное присутствие в регионе выглядит так. Основная ударная сила — это две авианосных группы в Аравийском море. Для сравнения, во время боевых действий в Ираке в Персидском заливе работали лишь три таких группы. Сейчас в Бахрейне базируется родоначальник самого тяжелого класса плавучих аэродромов, немец и его прямая модернизация — Трумэн. У каждого по пять кораблей поддержки. Вместе это более сотни боевых самолетов, способных в течение часа нанести удары по Сирии. Кроме того, страна буквально окружена американскими военно-воздушными базами. С одной только авиабазы в Катаре могут по команде подняться в воздух 190 самолетов. А есть еще базы в Кувейте, Саудовской Аравии, Эмиратах, Бахрейне и Ордании, Турции. Наконец, площадку для действий авиации может предоставить Израиль. Со стороны Средиземного моря авиацию поддерживает флот. Пять кораблей непосредственно на боевом патрулировании. Еще до трех могут оказаться в районе операции в течение суток. Вместе флотские соединения несут более трехсот крылатых ракет «Тамагавк», оснащенных в том числе и тактическими ядерными зарядами. Для сравнения, вся артподготовка перед вторжением в Ирак состояла в запуске всего 40 «Тамагавков». Впрочем, города берет не авиация и не ракеты. Пехоты США на Ближнем Востоке сейчас крайне мало. Даже учитывая недавнюю переброску в Кувейт, 15 тысяч морпехов, американская группировка сухопутных войск в регионе едва насчитывает 20 тысяч человек. Почти без бронетехники. В Ираке воевало в три раза больше. Очевидно, основную роль в конфликте по планам Пентагона должны все-таки играть уже находящиеся в Сирии боевики оппозиции. Естественно, при непосредственной поддержке деньгами и оружием и под руководством опытных американских инструкторов. Впрочем, в Пентагоне также понимают, что снабжая бойцов против Асада, будут неизбежно снабжать и Аль-Каиду. Еще одна трудность – поддержка авиации предполагает создание бесполетной зоны. А бесполетная зона – это полное подавление ПВО противника. Однако, когда в ПВО российские комплексы С-300, которые недавно получила Сирия, задача эта становится весьма нетривиальной. Израиль, правда, обещал уничтожить ракеты еще до их постановки на боевое дежурство. Удалось ли это – до сих пор неизвестно. Башар Асад, впрочем, уже пообещал устроить американцам ближневосточный ад в случае внешней агрессии. Егор Скворцов, Вести. Тем временем, никаких доказательств применения химоружия регулярной армии Сирии нет. Наоборот, возникает все больше и больше свидетельств того, что делали это как раз противники Асада, постаравшись выбрать для своей чудовищной провокации наиболее подходящее время и место. Сирия сегодня еще раз подтвердила, что готова допустить экспертов ООН в район химической атаки под Дамаском. Но еще до начала работы комиссии в Белом доме сказали, что абсолютно не сомневаются в том, что эта химическая атака – дело рук армии Асада. Москва, в свою очередь, попыталась предостеречь от намерений заранее навязать экспертам ООН результаты расследования. Российский МИД призвал всех, кто говорит о возможности проведения против Сирии силовой акции, проявлять благоразумие и не совершать трагических ошибок. Но, похоже, США особенно себя не утруждают выбором предлогов для уничтожения неугодного политика, режима или даже государства. О проверенных методах и их последствиях наш обозреватель Андрей Медведев. Очевидно, что лучшего повода для вмешательства в сирийский конфликт извне не было с самого начала. Теперь у США есть вполне весомый аргумент. Во время химической атаки в пригороде Дамаска погибло больше тысячи человек. И хотя до сих пор не ясно, кто это устроил, в Пентагоне только ждут приказа. Краткая хронология эскалации, только факты. 18 числа в Сирию прилетают инспекторы ООН, чтобы выяснить, применялось ли в ходе боевых действий одно из сторон химическое оружие. При этом важные детали инспекторы должны установить сам факт, не выясняя, кто его применил. Через сутки происходит химическая атака в пригороде Дамаска в Восточной Гуте. Сотни погибших. Тут же в этом районе оказываются десятки оппозиционеров с видеокамерами. Через несколько часов эти кадры на саудовском телеканале Аль-Араби. Со ссылкой на боевиков канал заявляет, что атаку устроила сирийская армия. Информацию дублирует катарский канал Аль-Джазира, потом британский Sky News. Хорошо известно, что катар и Саудовская Аравия – главные спонсоры сирийских боевиков. После первых репортажей британские дипломаты призывают немедленно собрать совбез ООН, чтобы осудить режим Асада, при том, что и сейчас неясно, кто и какой газ применил. Официальный Дамаск заявляет, что не имеет отношения к химической атаке. Что точно известно, людей на самом деле отравили. Женщины и дети умирали в страшных мучениях. И вот накануне сирийская армия в ходе операции в пригороде Дамаска находит склад отравляющих веществ в туннелях, где скрывались боевики оппозиции. На двух металлических сосудах надпись по-арабски сделана в Саудовской Аравии. На коробке из-под шприцев маркировка катарской германской компании, а на упаковках ампул для инъекций указано производство США. Медицинские препараты, очевидно, антидоты для лечения химических отравлений. По сообщению сирийской армии, боевики применяли отравляющие вещества и против солдат. У военных начались острые приступы удушья. И последний факт. До сегодняшнего дня ни один инспектор ООН до пригородов, где произошли химические атаки, так и не доехал. А США тем временем заявляют, что готовы нанести удар. В ответ министр информации из Сирии Амран Аззауби заявил дословно, ударить по Сирии это не то же самое, что выйти на прогулку. За нападением последует ответный удар, и в результате весь Ближний Восток будет окутан пламенем. Удивительно, но заочно с ним согласны и председатели Ведененного комитета начальников штабов США, генерал Мартин Дэмси, и уходящий во ставку глава Вооруженных сил Великобритании, генерал-сэр Дэвид Ричардс. Они оба заявили, что вмешательство в сирийский конфликт не сможет ограничиться только воздушными ударами. Это будет война и миллиардные расходы. И оба хоть и не озвучили это, но наверняка понимают, что такое сирийская армия сегодня. Конечно, в техническом отношении она куда слабее американский, британский и даже турецкий. И системы ПВО Сирии, конечно, не смогут долго противостоять авианалетам американских ВВС. Однако в случае наземной операции силам вторжения придется тяжело. Ведь два года подряд сирийская армия непрерывно воюет, набирая боевой опыт. В первую очередь сложнейший в тактическом отношении контрпартизанской войны и войны в условиях города. И теперь в сирийской армии куда больше профессионалов, чем два года назад. И еще. За два года войны, конечно, случалось, что офицеры и солдаты перебегали на сторону боевиков. Но массовых переходов, полков или бригад не было ни разу. Вообще, эта история с химической атакой очень напоминает то, что происходило в этом же регионе 10 лет назад. В 2003 году США убеждали весь мир, что у Ирака есть оружие массового поражения. Колин Пауэлл тогда тряс в совбезе ООН страшной пробиркой с якобы спорами сибирской язвы. После войны оказалось, что оружия никакого в Ираке нет, а досье было полностью сфабриковано. Сейчас тоже некоторые эксперты говорят, что кадры химической атаки сильно различаются и, возможно, были сняты в разных местах и в разное время. Но убедительность доказательств не главная, если есть желание начать войну. Скорее всего, в Вашингтоне будут просчитывать, насколько велика вероятность завязывать надолго в сирийской истории, как, например, в Афганистане. И только это будет иметь значение при принятии решения о нанесении удара. Андрей Медведев, Вести.